Просторные тамбуры, подъемники для маломобильных пассажиров, а еще полки, с которых не падают сумки и зарядки для телефонов. Все это новое поколение электропоездов. Здесь 6 вагонов, 640 посадочных мест. Электропоезд запустили в середине марта и уже в этом же году ожидается поступление двух таких же составов. И здесь что еще особенность в этом электропоезде? Здесь система вентиляции, отопления и кондиционирования. Здесь имеется кондиционер, то есть мы в летний период включаем, температура поддерживается, 22 градуса, комфортно. Новый электропоезд губернатору края Виктору Томенко показал начальник западно-сибирской магистрали Александр Грицай. Во время рабочего визита они успели посетить несколько объектов железной дороги в регионе. Один из них – горочный пост и тренажер. Здесь мы отрабатываем навыки ручного управления, в том числе работы в нестандартных ситуациях. Они, может быть, никогда в жизни не случатся, но каждый должен быть к этому готов. Это вот здесь мы приедем тормозную? Это первая тормозная позиция, там еще вторая, а еще и третья. Он просто скатывается до своего веса. А это уже сердце железной дороги на Алтае – моторвагонное депо. Сегодня предприятие в несколько раз увеличило число капитально отремонтированных вагонов. И это по сравнению с прошлым годом. Как результат – новые рабочие места. Более 50 вакансий. В следующем году тоже будут увеличены электромашины в цех. Мы добавим, то есть не в Москву будут машины отправлять, а сами здесь на месте. Соответственно, это будет еще плюс 8 человек, плюс 8 рабочих мест. Железнодорожники держат высокую планку и в медицине. Об этой больнице знают в разных уголках страны и даже мира. Всего в клинике обслуживается более 20 тысяч жителей края. Начинается все, как обычно, в любом учреждении с приемного покоя. У нас этот приемный покой представлен единая диспетчерская служба. На рынке этого года явилось то, что мы внедрили электронную очередь. Облегчает и увеличивает доступность и качество оказания медицинской помощи. Планируем создание единого колл-центра здесь для того, чтобы обрабатывать и в большем объеме принимать количество звонков. Каждый день здесь проводят до 40 операций. В прошлом году впервые в истории клиники начали оказывать высокотехнологичную помощь по федеральным квотам. Вот эта машина, Виктор Петрович, она на самом деле единственная за Уралом. В 2010 году функционирует, работаем для абсолютно всех слоев населения. Это локализованный рак предстательной железы, позволяющий пролечить пациента без каких-то окалечащих процедур. Кстати, клиника приходила на помощь и в пандемию, когда было просто жизненно важно сплотить усилия всех ведомств. Наверное, роль этого аппарата мы оценили в пандемийный период, когда более тысячи исследований делали это. Безостановочно работали. То есть безостановочно работали. И, конечно, это наша была палочка-выручалочка для экстренной больницы. Мы все-таки интегрированы в помощь нашего территориального здравоохранения. Мы планируем расширить приемный покой. Я думаю, что к концу года мы зайдем в эту историю для того, чтобы нам разделить потоки пациентов на плановую, на экстренную специализацию. Ну, это очень хорошо, что и государственные учреждения, и ведомственные учреждения, особенно такие большие, с историей хорошей, с репутацией, очень мощно. Друг другу помогают, взаимодействуют и в конечном итоге на всех жителей края нашего работают. В 2022 году из Алтайского края было отправлено более 8 миллионов пассажиров, которые выбрали комфортный способ передвижения – железную дорогу. Это и удобный график, и льготы, и увеличение количества составов. Важно плотное взаимодействие с правительством региона. Так, серьезные вложения позволили в прошлом году запустить скорый поезд «Барнаул-Славгород». К марту этого года им уже воспользовалось более 15 тысяч человек. Почти на 2 миллиарда рублей мы обновили парк вагонов нашего Алтай-пригорода. Это 60 вагонов. Мы практически за эти годы обновили до почти 100%. Осталось еще 5%, наверное, всего парка обновить. И это современные, совершенно безопасные средства передвижения. Это все дает возможность жителям Алтайского края чувствовать себя более комфортно, более удобно. Ну и транспортная доступность, учитывая наши просторы, наши расстояния. Конечно, это очень важный элемент социальной жизни наших жителей. За последние два года РЖД инвестировали в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и в совместные проекты более 9 миллиардов рублей. Планы на этот год еще 4 миллиарда. Ремонт 60 километров путей, новые электропоезда. Такой уверенный темп позволяет сказать, что в Алтайском крае, пожалуй, самое передовое пригородное сообщение в Сибири. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Специально для телеканала Толк.